Приветствую вас, Екатерина. Я думаю, что начать ответ стоит с того, чтобы определить точный момент, когда ваш сын и отцы стали друг другу отображать. Это первое, потому что у сына подростковый возраст сейчас, подростковый период, и нормально, что он бунтует, нормально, что он выступает. Так он оппортунистом своего рода против своих близких. Вот, ребенок так отстаивает свои личные границы, свои внутренние границы. Вот, ага, и прочее. То есть это в принципе нормально. Но важно понять все-таки, когда начался период раздражения. Это первое и, наверное, одно из самого важного. Это первое и из самого, из разного. Второй момент, это то, что вы находитесь как бы между двух огней. Вот, что фактически делает нас в этой ситуации жертвой. Вот, а это проблема личных границ, это проблема личной ответственности. Вот, это сложно ограничить себя от других людей. Вот, ну, как бы, трудность ограничения всегда от других людей. Вот, и, наверное, наверное, в какой-то степени желание всем угодить. Хотя, в этом, на самом деле, в этом я не уверен на все сто процентов. Вот, да, вас действительно никто не слышит и вас, по лучшему счету, никто и не будет слышать. Потому что, ну а какой мотив? Вот, какой мотив? Какая мотивация, да? Мотивация, да, должна быть вас, ну да, должна быть вас, пусть, а какая мотивация? Чтобы вас хотели в пусть, но какая мотивация? Вот, а мотивация, конечно, к сожалению, вот, нет. Поэтому, очень важно, чтобы вы, страны, страны, поняли для себя, что и сына, и мужа что-то раздражает. И, в первую очередь, наверное, чтобы поговорили с мужем, пытались разобраться, что именно его раздражает и прочее. Потому что вполне вероятно, что муж ревнует, как это часто бывает, к ребёнку, который напоминает ему о том, что до него был мужчина. Кстати, если ваш муж сам по себе не очень вероятно с будущим человеком. Вот, а он младше вас, поэтому, ну, намного младше вас, поэтому, поэтому здесь, может быть такая, трудность, что он не верн в себя. Вот, поговорить с мужем. А, и, по помощи, с ребёнком. Вот, потом уже с ребёнком, пообщаться. Вот, и, как-то, вот, в такой спокойной, может быть, обстановке, вот, поисследовать, что конкретно ребёнку не нравится, что конкретно его напрягают и так далее. То есть, это вот, было бы очень, кстати, очень кстати была бы такая, такая стратегия, можно сказать, поведение. Вот, это, по крайней мере, пошло бы на пользу вашему сыну. Вот. Ничью сторону занимать не нужно, вам надо заниматься в свою сторону. Вот, подрядка вы уже особо не воспитаетесь, потому что, как бы, на время воспитания прошло. Вот, поэтому, честно говоря, немного, ва-банно считать, что воспитывать ваш муж больше подростка не будет. Вот. Ну, конечно, есть момент, момент ваших взаимодействий с мужем. Вот, потому что, здесь могут быть определённые трудности, могут быть определённые сложности, вот. На мой взгляд, это есть, тут, на мой взгляд, присутствуют трудности, на мой взгляд, присутствуют сложности, потому что, ну, потому что, очевидно. Что, вы не слишком смутен, хорошо ладите, потому что он вас не понимает, да. И есть какая-то, вот, проблема доверия, может быть, между вами и прочим. Хотя, это, понятное дело, не то, что, вот, я не берусь, там, вот, знаете, наверняка утверждать, что у вас есть с мужем трудности. Но, то, что вы выбираете за себя мужчину, который младше вас, и сейчас вы имеете этого проблемы, сейчас вы имеете из-за этого проблемы. Ну, это, конечно, на мой взгляд, свидетельствует о вашей собственной незавнательности по поводу некоторых своих проблем, может быть, противоречий и прочих. Вот, известно, конечно, потому что вы испытаетесь вот между двух огнями, это невозможно. То есть, вы для своих муж, муж, жена и женщины, вот, для своего ребенка вы мать. Вот, и по-другому оно быть, на самом деле, не должно быть, вот. Ну, у вас, у вас, как раз, как раз, таки, получается по-другому. Вот, поэтому здесь требуется корректировка того, как выстраивается ванна отношения с ребенком и мужем, вот. Насколько это эффективно все. Вот. И эффективно ли это? Потому что, если, например, это неэффективно, да, то нужно модель поведения менять. Для этого необходимо разрешить вашу. Это противоречие в первую очередь. Дальше уже будет видно. Итак. Я второе время занятым. Пришли вы. Из-за чего вы расстались? Расстались. Первым мужем, на мой взгляд, очень важный вопрос, вот. Почему вы расстались, какие там были причины для восставания. Вот. Это очень важно. В основном, в этом моменте, может, разобраться. Потому что, возможно, вполне возможно, что те же самые причины, причины, с которых вы расстались со своим мужем. Вот. Сейчас вам, ну, тут вот, так же мешал. Вполне вероятно. Не факт, но вполне вероятно. Дальше. Как вы выбрали? Как вы поднагонились, чем руководствовались? Как бы с ним сблиялись? Что на данный момент общего? И прочее. Потому что есть ощущение, что он, ребёнок ваш, от первого мужа, да? Вот. Знаете, как? Дошёл. Вот он, именно, дошёл до того элемента взросления. Что и ваш муж. И... После этого, начались вот все проблемы. Вот. Такое у меня возникло чувство. Я в этом не уверен, конечно. Но вот, так мне кажется, в такой момент, может быть. Дальше. Значит. От первого брака сына одиннадцать лет. Лет восемь. С сыном жили вдвоём. Поначалые отношения с сыном точно складывались хорошо. Ну, пока, ваш сын был ребёнком. Именно ребёнком, а не подростком. Вот. Как только, вот. Ваш. Ребёнок, наш возрослый. Вот. Славен, населительный определенного рода. трудностям. Вот. Ну, это, в принципе, вполне такая история, я бы сказал, ну, она неприятна, конечно, но вполне себе ожидаема, вот, потому что ваш муж, он находится в, сам, в таком возрасте, вот, когда он, возможно, подростковый, в нем еще не, не ушло до конца. Вот. Так что, до определенного предела, до определенных моментов, мы с ним дошли, а дальше уже просто муж присяг, справляться с теми трудностями, которые он стал испытывать, вот. Ну, я думаю, что ваш муж, прям, такой, вот, знаете, прям, прям, плохой человек, вот, я думаю, что просто есть вещи, которые он может, в данном случае, по-видимому, речь идет о том, что он не может, что ему не совсем красиво, вот. Ну, а в этом ничего страшного, или, такого, прямо, криминального, я надеюсь, вы не увидите. Ну, и с проблемами не решают. Ну, в первую очередь, проблема решается, как? В первую очередь, проблема решается, именно, тем, тем, что разбирается причиной, почему, человек, это, в первую очередь, да? Это, наверное, наверное, вот, в первую очередь. А, дальше, дальше, ну, все, как-то, вот, будет по-понятнее, что делать. Вот. Но, пока-то, конечно, есть сложность в том, что ваш муж, вероятно, просто, ну, не готов, действительно, не готов воспитывать подросток. Дальше, сейчас они друг друга раздражают, ну, соответственно, что произошло. Сынки ходят по любым мелочям. Нормальный подросток, можно на сей ухты, когда вы говорите, он вообще не бросает, что должен вероятно 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 вероятно. Ну, опять-то, это ваш муж, ай, он такой, чего бы от твоего мужа ожидали, не очень понятно, ни один из них меня не слышит. А, должны слышится, то есть, вот, вы говорите, что ни один из них меня не слышит. Так, а-а-а-а, как вы считаете, что до этого не хватит? Обычно вы считаете, что надо не слышит, но тогда какая мотивация? Какая мотивация вас слышит? Ведь, вы же не можете, просто, когда это слышит меня, и все. Вот, давайте к этому с вами, соответственно, если вас не слышат, оба мышцах вы себя поставили так, что к вам можно не прислушаться. Вот, ну, это, вот, собственно, вопрос к вам, почему вы себя так поставили, да, например. И, что с этим вообще дальше делать, вот, если вы себя так поставили, не очень хорошо. То есть, еще раз, момент загружает от того, что вы себя поставили не совсем. Ага. Корректно. Я так полагаю. И из-за этого, соответственно, и у вас возникают проблемы. Ну, я так. Я так. Благаю, благаю. Значит, соответственно, нужно смотреть, как конкретно вы себя поставите. Что ситуация складывается, ну вот, таким образом. Для вас совсем не хорош. Ведь не только же сейчас они перестали вас слушать. Они не слушали вас, скорее всего, и раньше. Этот год тоже как-то проявлял. Вот. Поэтому нужно рассмотреть, что из вашего подтверждения привело к нам, что вам не прислушиваются. Вот. Больше. Идем. Следующий момент. Он говорит, что я обратно в такая была функция. Возвращается, может говорить о том, что больше не будет приниматься. Вы начинаете воспитание старшего. И вот это задолбало. И так далее. Екатерина. Ну, а что думаете вы? По поводу того, что вы во всем потакаете в фильме. Согласны вы с этим. Согласны вы с этим. Согласны вы с этим. Что мы говорим, что его все задолбало. Что, извините, что он имеет ввиду. Говорят вам, что его все задолбало. Может быть, есть какие-то все-таки проблемы у вас. Вот. Может быть, есть все-таки какие-то сложности у вас. Какие-то трудности у вас. Вот. Которые, ну, например, вами не решат. Вот. То есть это, на мой взгляд, ну, вот. То, что нужно разобрать. То, что нужно поисследовать. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд, да. Разумеем. Вот. Потому что, ну, опять же, да. Не просто так человек вам это все говорит. Вот. Значит, что-то его беспокоит. Я имею ввиду вашего мужа. Что-то беспокоит, да. Дальше идем. Сын говорит, что мы его не любим и только читаем мораль. Ну, опять же, кто мы. Кто мы, да. То есть, есть конкретно. Вы есть конкретно. Очень, вот. И, как бы, кто мы, здесь не очень понятно. Вот. Вот. Поэтому, поэтому я все же надеюсь, что этот момент будет вам несколько дифференцированным. Скажем так. В противном случае у ребенка действительно может остаться такое ощущение, что его не любят. Что вы, вы его не любите. Вот. Вот. Что вы, как бы, как бы, все его не любите. Вот. Ну, иногда различать. Есть я, есть папы. У меня с тобой. Одни отношения. Ау. Соответственно. У тебя с папой другие отношения. Вот. Вот. И, что это, конечно, нас касается. Вот. Какие у кого, у кого какие отношения. Но, есть и граница. Вот. Есть граница. Того. С того, насколько это вот. Касается. Ау. Ну, вас. Вот. Поэтому, я тут. Ау. Важно, наверное, все-таки. Ау. Дифференци... Дифференцированные. Все-таки. Вот. Син говорит. Понятно. Это больше от обиды. Вот. Как от соперничества, от ревности, может быть. Ау. Син это говорит. Для того, чтобы. Ау. Проведать свою силу. Вот. Потому что. Ну, потому что. Ну, потому что. Подросток. А. Готов. К росту. Вот. А ваш. А. Мучит у него. Опять же. Свои. Проблемы. Вот. Это. На мой взгляд. Сила. Очень важная. Понималось. И важно. Наверное. Наверное. Чтобы. Ау. Ну. Чтобы вы. Не забывали себя. Во всей этой истории. Во всей этой ситуации. Чтобы вы не забывали. Чтобы. Ау. Помнили. О себе. О своих. А. О своих. А. О своих. А. О своих. А там. А. О своих. 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 А близких. А людьми. Ну. Наравних. 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 Или по крайней мере. Старались бы это сделать. Вот. Дальше. А. Как быть. Что бы что. Я говорю. У меня. Мои. Шесть. А информация. Снимается. В стихе. Временажении. У меня тут. Слава. Можь. Двадцать четыре. А. Какая информация. Какую информацию. Вы говорите. А. Что вы имеете ввиду. Вот. Говоря. Про. Информацию. То есть. Вот. То есть. Вот. Извините. Но. Не совсем этот момент. Эм. Ясен. Я бы сказал. Я бы сказал. То есть. Эм. Про какую информацию. Конкретно. Вы говорите. Здесь. А. Что вы имеете ввиду. То есть. Дело не в информации. На самом деле. Тут дело. Вот. В нема шкур другом. Тут. Эм. Дело. Эм. Скорее в том. Эм. Как. Как себя чувствует. Эм. Чуввокик. Вот. Вот, как себя чувствует ребёнок, как себя чувствует, ну, мужчина, вот, тут дело скорее в этом, информация это всё-таки больше, ну, больше такая опора на когнитивный аспект, не всегда, далеко не всегда это полезная история, далеко не всегда это полезный момент, вот, поэтому я думаю, что вы здесь выбрали не совсем корректный метод решения, ну, проблемы, проблемы, вот, вы делаете упор всё-таки именно на когнитивный аспект, а он далеко не всегда работает. Идея в том, что нужно, чтобы каждый из членов семьи был уфучен, чтобы он чисто уфучен, для этого стоит овладеть навыками активного уфучения и бесконфликтного общения, в первую очередь. А вторую очередь определить парадигмы вашего взаимодействия с мужем, чтобы исключить вероятность того, что вы ведёте себя с ним как родитель, чтобы исключить вероятность от того, что ваш муж, это, ещё один, ещё один такой ребёнок, да, который, ну, как бы, сражается за вашим ненадумом, то есть у вас три ребёнка получаются, вот. Ну и где-то произошёл с боями идём, вашим старшим сыном и мужем, безусловно, вот. Где он произошёл, ну, пока не понятно, нужно смотреть, на это можно выяснять это, вот, и, возможно, тогда, например, это событие, наверное, тогда можно будет ответить на вопрос, что же, собственно, делать дальше и как, собственно, говоря, выстраивать отношения, вот, ну, с мужем, да, вот, и со своим фильмом, вот, и прочим. Вот. Вот с этого, ваша беспокойность, ну, в ситуации, вот, она, вне всякого сомнения вообще, я, я, не знаю, ваша беспокойность, вот. Но нужно очень дирекарно подходить к этому вопросу, вот, не прописывам, с решением данных моментов, и все спокойно забрать. Идеально было бы, если бы вы со своими мужчинами обратились на индивидуальную консультацию, ну в таком случае вам можно было бы куда легче оказать помощь, ну всю необходимую помощь оказать было бы вам легче. А в такой ситуации, конечно, это сделать несколько сложнее, вот, потому что информации о вас, ну достаточно, достаточно, достаточно мало, вот, и очень много вопросов, скорее, вам и зачем все ответы. Вот, ну я в данный момент я сказал, вам в данный момент я сказал, вот, дальше уже, я думаю, вы для себя какие-то выводы сделаете, я думаю, для себя какие-то решения, какие-то моменты вы ответственно подберете, вот, и решите уже, что делать в общем и тело, в дальнейшем, в дальнейшем. Вот, а вас не слышат, вас не слышат там, а, серьезно, на самом деле, серьезно, проблема, что вас не слышат. Вот, не слышат, если вы говорите на своем языке, вот, не на языке мужчин, я не боюсь этого слова, вот, и соответственно нужно все-таки говорить на таком вот, ну, на таком более понятном языке, а, для людей, вот. Если вы хотите, конечно, чтобы вас не слышали, если вы хотите, чтобы с вами, ну, чтобы с вами взаимодействовали. Вот, а, вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. А, ну, смотрите, а, сейчас вы можете, что сделать, вы можете изучить, а, треугольник Карпмана, вот, чтобы с вами сейчас сказались, а, вот, вы можете вы изучить, потому что вы, а, находитесь сейчас в своем треугольнике Карпмана, вы, находитесь одновременно в роли спасителя и одновременно в роли, а, жертвы, вам нужно из этого выходить, потому что ситуация будет ухудшаться. Вам обязательно необходимо, а, а, поанализировать свои отношения с предыдущим мужем, потому что, а, а, вполне вероятно, что, что-то из прошлого влияет на настоящее, да, вот, какие-то ошибки, которые были сделаны и прочее. А, отдельный момент в том, общается ли ребенок с отцом своим, своим биологическим, вот, что надо думать, а, как вы его предоставляете, ну, то есть, а, какого, какого мнения о нем, вот, о своем папе, потому что слишком сильно все это похоже на определенный бунт, 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 а, как любой бунт, вот, это все происходило по исключительно такой вот накопительной системе, вот, которая складывалась не один, к сожалению, год. вот, значит, насколько вы любите, уважаете, принимаете своего мужа в курсе, потому что, на мой взгляд, муж реагирует так, как может, вот, так, как умеет. по-другому, он вряд ли, муж, я имею ввиду, способен, вот, вы от своего мужа требуете другой реакции, хотя он не может ее дать, очевидно, вот, и все это, конечно, приводит к тому, что смутим, смутим также недопонимание, вот, так что этот, этот сценарий нужно преследовать, вот, имейте по-другому следу в виду. На этом сцене я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве, в качестве лучшего, я вам желаю всего самого доброго и удачи.